SCP-527. Господин Рыба. Объект номер SCP-527. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-527 должен содержаться в стандартной камере для гуманоидов в зоне 19. Никаких других условий содержания не требуется. Описание. SCP-527 представляет собой гуманоида мужского пола, ростом 167 см, биологически не аномального, за исключением того, что его голова заменена головой зеленого барбуса. Пунтис семифасиалатис. SCP-527 не проявляет других аномальных свойств. Голова SCP-527 функционирует так же, как и голова любого другого не аномального человека. SCP-527 способен к типичной человеческой речи. На левой ступне имеется татуировка. Господин Рыба. Из маленьких господ доктора Развлечудова. Обнаружение. SCP-527 был обнаружен в Бостоне агентами фонда в 2002 году. В 2004 году переведен в зону 19. Приложение 527.1. Первичное интервью. Начало протокола. Доктор Бейкер, благодарим вас за сотрудничество SCP-527. Мы должны провести с вами интервью на предмет какого-либо потенциального аномального поведения, которого мы не ожидаем. SCP-527. Ладно. Доктор Бейкер, для начала вы способны дышать под водой? SCP-527. Нет. Доктор Бейкер, вы способны общаться с другими рыбами или с другими морскими формами жизни? SCP-527. Нет. Доктор Бейкер, понятно. Когда вы впервые обнаружили себя в таком состоянии, вы были атакованы или укушены неизвестной рыбой или сталкивались с какого-то рода морским божеством? SCP-527. Нет. Доктор Бейкер, значит вы были таким с самого рождения? SCP-527. Ага. Доктор Бейкер, я хорошо. Вы знаете у себя какие-либо другие признаки? SCP. Конечно нет. Как я уже говорил, другому чуваку это всё, что есть. Всё на виду. Ложь, полосатый, горячая, сладость. Им всё досталось. Им всем достались неплохие прибамбасы. А я просто чувак с рыбой головой. Доктор Бейкер. У вас есть идеи, почему ваш создатель сделал вас таким? SCP. Да хрен его знает. Конец протокола. В приложении 527.2. Обнаруженный документ. Примечание. По запросу SCP-527 смог предоставить документ, текст которого приведён ниже. Вот это да. Ты только что нашёл своего маленького господина из малолитражной коллекции Доктора Развлечудова. Отыщи их всех и стань господином-коллекционером. Один хамелеон, второй безголовый, третий смех, четвёртый забывчивый, пятый образ, шестой мыло, седьмой голодный, восьмой латунь, девятый горячая, десятый госпожа сладость, Одиннадцатый господин жизни, господин смерть, двенадцать рыба, тринадцать луна, четырнадцать рэд, отменён, пятнадцать деньги, шестнадцать господин потерянный, семнадцать, восемнадцать безумец, девятнадцать жуть, двадцать господин полосатый, семь дней с господином рыбой. Перевод. Понедельник, 14.32. Камера содержания 527. Стук в дверь камеры содержания господина рыбы означал, что его жилище следующее в очереди на уборку. Он приподнялся с кровати и отложил газету, приготовившись делать то, что от него требуется. Конечно, ему очень нравилось, что фон стремился держать всё в чистоте, однако уборщики Д-класса менялись уж слишком часто. Не очень приятно, когда к тебе в камеру каждые несколько недель заходит новый человек, тем более, что эти гости чаще всего были людьми неотёсанными. Дверь камеры медленно открылась и вот показался сотрудник Д-класса. Похоже, что Д-13-96 закончила свой двухнедельный срок. Жаль, она не была так плоха, как другие. Господин рыба вздохнул и сложил руки сразу, как новый человек вошёл в камеру, толкая перед собой тележку уборщика. Он прищурил глаза, читая обозначение. Д-12-21. Не считая своего интереса к новичку, господин рыба не позволил бы себя считать грубым жильцом. Приветствую. Он поздоровался с человеком в комбинезоне. Вот дерьмо ты разговариваешь. Д-12-21 уставился на лицо обитателя камеры, сжав в руках метлу. Но почему бы я не мог? Господин рыба бы приподнял бровь в удивлении, но у него не было бровей. Ну ты знаешь, у тебя голова рыбы. Как проницательно. Вздохнул господин рыба и потянулся к своей газете. Оба больше ничего не говорили. Д-12-21 начал подметать комнату. Было не так много мусора, так как господин рыба всегда старался мусорить как можно меньше. Хотя многие бы приняли еженедельную уборку за возможность быть неопрятными. Рыбоголовый парень не даст повода говорить о нем как о неряхе. После уборки пыли сотрудник приготовил свою швабру. В этот момент он решил заговорить еще раз. Так это а что с тобой случилось? Ты съел очень много суши или рыбьих голов в каре? Может рыбных чипсов? Спросил Д-12-21, пытаясь игриво толкнуть гуманоида. Господин рыба, похоже, был этим не очень доволен. Хотя сложно было сказать, учитывая отсутствие мимики. Ты, блядь, вот это сейчас серьезно? Спросил он. Его безэмоциональные глаза впились в того, пытаясь показать гнев. Что? Да я просто шутить пытаюсь, блин. Я не суши. Я не рыбная голова в каре. И совершенно точно я не из рыбных чипсов. Я даже не ем рыбу. Это отвратительно. Единочь чего? Господин рыба фыркнул и вернулся к газете, делая вид, что никакого Д-класса нет в комнате. Следующие полчаса два человека провели в тишине. Д-12-21 закончил чистить камеры и удалился. Когда дверь закрылась за ним, господин рыба щелкнул языком. Никаких нервов не напасешься на некоторых, едко сказал он. Вторник, 10-15. Зона 19. Гимнастический плавательный бассейн. Господин рыба дрожал на холоде. На нем были только плавки и украшенная шляпа. Он начал спускаться в воду, посмотрел вниз и увидел свое отражение. Затем повернул назад, где стояли исследователи. Он завидовал им, они были в одежде, потому у них не было повода для стеснения. «Так, а зачем вы хотите, чтобы я прыгнул в глубокую часть?» спросил он, прикрывая грудь и продолжая дрожать. «Нас интересует, нет ли у вас аномальных способностей к плаванию», напомнила доктор Эвервуд. «Мы знаем, что вы не дышите под водой и не говорите с рыбами. Но, наверное, есть еще что-то, что вы можете». Доктор посмотрела на свой планшет, прежде чем дать господину рыбе указание жестом. Двое двинулись вперед в компании с остальными исследователями. «Народ, я уже говорил вам, я не умею ничего. Если хотите того, кто может все, поговорите с господином деньги. Все, что у меня есть, это ебаная рыбья голова». Он продолжил идти, пока они не дошли до глубокого конца бассейна. Господин рыба нервно сглотнул и посмотрел вниз. «Ну, 527, я бы поверила тебе. Но кто знает, что может быть, когда дело касается доктора Развлечудова». Ответила доктор Эвервуд, доставая из кармана ручку и начиная записывать ход эксперимента. «Очень хорошо, теперь, когда мы приготовились, прыгай туда, 527». Господин рыба снова уставился на свое отражение в воде, чувствуя тревогу. Он повернулся к группе еще раз. «Я, эм... Вы знаете, завтрак же был 45 минут назад. Я должен сказать, что съел многовато печенье и подливки, я переел. Может, как-нибудь отложим это все?» Доктор Эвервуд посмотрел на часы, а потом на объект. «Боюсь, нет, пожалуйста, заходите в воду и плывите так быстро, как можете». «Эм... Это может прозвучать странно, но я не умею плавать». Господин рыба занервничал и попытался потупить взгляд. Но из-за того, каким было строение его головы, внешне это выглядело так, что он кланяется. «Что?» – недоверчиво спросила она. «Слушай, просто прыгай и плыви. Если у тебя будут трудности, спасатели тебя вытащат». «Док, я правда не хочу этого делать». Со вздохом Эвервуд закатила глаза и затем посмотрела на господину рыбу. «Слушай, ты, наверное, самый нормальный из тех, с кем я работаю. И мне бы не хотелось тебя сильно наказывать. Но я знаю, что тебе нравится в субботу играть в настольные игры. Не хотелось бы запрещать тебе это». Господин рыба кивнул. Во всяком случае, попытался. Не желая пропустить возможность встретиться со своими друзьями, он прыгнул в воду и начал отчаянно пытаться не тонуть. Он махал руками и бился ногами, но в итоге обнаружил себя тонущим. Пока спасатели ныряли за ним, его украшенная шляпа плавала в компании пузырьков, созданных паникой и криками о помощи. Доктор Эвервуд повернулась к исследователям, пожала плечами и написала запрос о предоставлении SCP-527 уроков плавания. Среда. 12.21 камера содержания 527. Аккуратный и великодушный поток воды тронул землю в любимом горшке господина рыбы. Там рос лунный кактус, любовно называемый диджей. Он напевал песню, игравшую из радиофонда, пока земля увлажнялась, а вода не начинала капать в подставку под горшком. Вода с землей перестала стекать как раз в тот момент, когда одна песня закончилась и началась другая. Мелодия, играемая на колимбе, принесла господину рыбе то, что обычно называется улыбкой. Он начал двигать телом в ритм музыки, пока занимался тем, что смывал грязную воду в раковину. Я слышу эхо барабанов этой ночью, она слышит шепот тихого разговора. Начал он тихонько напевать, ополаскивая подставку, но песня понемногу захватывала его и возбуждала страсть. Подставка была аккуратно подложена под горшок диджей кактуса, и господин рыба стал более подвижен. К моменту, когда в песне начался хор, он уже орал вне себя от радости и удовольствия. «Займет немало времени уехать от тебя». Он повернулся к диджею, продолжая петь в воображаемый микрофон. Затем господин рыба повернулся на 180 градусов и продолжил. «Нет ничего такого, чего сотни человек не смочь». С каждым словом он делал шаг вперед и разворачивался во время кульминации пения хора. «Я благословляю африканские дожди!» Закричал он в своевоображаемый микрофон. «Я благословляю дожди, идущие ва!» Громкий хлопок прервал его и его песню. Теперь радио пело без него. Голос SCP-661 с другой стороны стены прогремел с ясным требованием. «Заткнись, рыборожий!» Четверг, 19.02, зона 19, столовая для аномалий. «Что значит, что у вас только рыбный суп?» Господин рыба глазел на женщину за стойкой. Как искусный поедатель супов и ярый критик. Пескентарианство? Пескентарианство – это отказ от мяса теплогромных существ. Диета последователей состоит почти исключительно из рыбных блюд. Рыбоголовный парень начал кипятиться. Он покинул очередь и отправился к доске с меню. Посмотрел на нее и вернулся обратно. «На вашем знаке написано, что есть томатный суп. Почему я не могу получить его?» Женщина закатила глаза и убрала крышки с обоих контейнеров для супа. Один был пуст, и лишь стенки были испачканы красной субстанцией. Другой был и правда полон, желтоватой жидкостью с кусочками мяса, плавающими туда-сюда. Она посмотрела туда, а затем на господина рыбу. Подняла бровь и сказала. «Все, кончилось». «А на кухне у вас тоже нет?» Он поднажал, чем начал раздражать тех, кто стоял за ним. Айрис начала притоптывать ногой в нетерпении. А Каин нахмурился и глубоко вздохнул. «Я говорю тебе, мистер, ничего нет. У тебя все еще есть выбор, суп с рыбой или никакого супа». Господин рыба открыл рот и собрался возражать. Но так вовремя закашлившийся Каин заставил его передумать. «Ладно». Он продолжил ворчать, двигаясь куда хотел прежде. Два жареных куриных бедра, картофельное пюре с супом, зеленые бобы и маленький стакан шоколадного молока. Господин рыба дошел до своего обычного обеденного места. Друзья поприветствовали его. «Наполеон», SCP-3988, «Скип», SCP-3908 и, о нет, «Грабник, уничтожитель», отправился в другое измерение прямо перед тем, как собрался поздороваться с господином рыбой. «Я SCP-3908». «Блин». Напряженно ворчал Скип со стиснутыми зубами. «Надеюсь, он вернется к субботней игре. Сложно играть в The Johnson Dragons без гейммастера. Прискорбно. Я привык к этой разговорной терапии». Он поправился, пытаясь успокоиться. Наполеон кивнул в ответ. Вынул руку из кармана и потянулся через стол, чтобы похлопать Скипа по плечу. «Все нормально, приятель. Я надеюсь, он не заставит нас драться с нашими милыми друзьями снова. Это кощунство и грешно. У меня нет противоречия с этими учеными людьми». Скелет пытался успокоить своего приятеля. А как закончил, закрепил конечность там, где она была. Господин рыба воткнул вилку в наполовину съеденную картошку и поглядел на Наполеона. «Мы дрались с личами, Наполеон. Они типа как злые». Заметил он, удивляясь скорее тому, что вообще делает в столовой неживая сущность. «Не, чушь. Они были учеными мужчинами и женщинами, познавшими темные науки. Прямо как Тони. Это напоминает мне дом. Если бы я не думал о доме, тут было бы прекрасно. Мой веселый тон просто перекрывает мои нездоровые мысли о том месте. Я уверяю тебя». Ответил Наполеон, хватая кость курицы в тарелке господина рыбы и сравнивая со своими костями. «Хотел бы я уметь говорить так воодушевленно, как ты о супе, господин рыба». Заметил он. Смущенный тем, что его друзья видели его срыв, господин рыба сидел тихо во время обеда, сгорая от стыда. Пятница, 14.15. Камера содержания, 527. Дверь в камеру содержания господина рыбы зашипела и открылась, позволив доктору Эвервуд войти. Она не взяла записную книжку сегодня и, похоже, очень торопилась. Господин рыба поднялся с кровати и надел свою шляпу, прежде чем протянуть руку для рукопожатия. «Добрый день, 527. Как вы поживаете сегодня?» Доктор Эвервуд сказал, еще стоя у двери. «Хорошо, спасибо». «Так это, я не помню, чтобы на сегодня были тесты. Что-то случилось? Будет интервью?» сказал господин рыба, готовя себя к тому, что может произойти. Как ему говорили, никаких дел с сотрудниками фонда до понедельника у него нет, когда они хотели протестировать взаимодействие с какой-то рыбой. Доктор сказал господину рыбе следовать за ней. Тот неохотно подчинился. Он встал с кровати и натянул ботинки, затем последовал за ней по запутанным коридорам зоны 19. «Мы решили, что как для вашего здоровья, так и для наших исследователей будет полезно научить вас плавать», начала объяснение доктора Эвервуд недалеко от гимнастического зала. господин рыба застонал, сложив руки в закрытом жесте. Несмотря на этот протест, доктор продолжала. «Давай не тормози, тебе нужно измениться». «При всем уважении, док, я говорил вам миллион раз, все, что во мне есть, такого – это голова. Буквально вот так, вы это видите и все», сказал господин рыба, пытаясь идти в ногу. «Если вы хотите видеть безумную хрень, есть господин потерянный или господин латунь. Я уверен, что они больше стоят вашего внимания, чем чувак с рыбьей головой», застонал он, «надеюсь не попасть на уроки плавания». Доктор Эвервуд встряхнула головой. «Извини, 527-й, твое последнее взвешивание показало, что ты прибавил пару кило после поступления сюда. Даже если это не поможет в наших паранормальных исследованиях, это поможет твоему здоровью. Кроме того, активный человек – это счастливый человек, верно?» Господин рыба бы нахмурился, если бы лицо этого позволяло, но оно этого не могло. Скоро он снова будет в одних плавках и в его украшенной шляпе, дрожать на холоде в помещении бассейна, ожидая тренера по плаванию. Он ненавидел это все. Во всяком случае, у него завтра будет интересная игра в настолке. Суббота, 20.04. Зона 19. Зона отдыха для существ с невысокой опасностью. Ночь игр в настолке сразу не удалась. Скип определенно все просрал из-за своих ярых истерик, а интервью с Наполеоном началось слишком поздно. Да это все и не имело смысла, так как грабник так и не вернулся из своего приключения в других мирах. Господин Рыба осмотрел комнату, пытаясь понять, в какую группу ему влиться, чтобы получилось отойти от унизительной недели, что ему выдалось. Господин Луна спал в кресле в углу, вместе с тем безумным, невыносимым музыкантом. СП-3817. Который дремал рядом. Хоть господин Луна и был прикольным, ему не хотелось беспокоить старика, а музыкант был вообще отвратительным собеседником. Надо поискать где-то еще. Джон сидел за столом и играл с сотрудниками класса Д в Блэк Джек. Мэтти сидела под стулом. Ее хвост нетерпеливо дрогнул, когда господин Рыба приблизился. Привет, хорошая девочка. Он лег рядом и начал чесать ее мех. Собака счастливо запыхтела, облизывая голову господина Рыбы. Эй, Джон, у тебя есть место за столом? Он посмотрел на владельца пса. Тот кивнул в знак согласия. Господин Рыба поднялся и уже собрался садиться за стол. Но потом заметил с кем собирается играть. Это был тот самый сотрудник класса Д, который чистил его камеру. Вообще, знаешь, Джон, я думаю, я пойду. Почитаю или еще че. Покидая стол с игрой, господин Рыба поторопился прочь в другой конец комнаты. Там он нашел еще несколько сотрудников класса Д, играющих в монополию с господином Деньги. Не было ни одного способа играть с ним нормально. Абсолютно никакого. Вариантов осталось очень мало. Вздохнув, господин Рыба пошел к полке, на которой стояла та книга, что давало ему отличные сны. Если не получается поиграть с кем-то в ДНД, то можно хотя бы увидеть сон об этом. К его ужасу вместо книги на полке лежала записка. Всем пользователям этой комнаты мы считаем, что условия содержания SCP-1230 были слишком мягкими. С этого момента мы перемещаем SCP-1230 в личную коллекцию доктора Джейда. Спасибо за понимание. Господин Рыба почти закричал от изочарования, но развернулся и снова подошел к спящему немецкому композитору. Он свалился на бок рядом с ним и начал засыпать. друг на друга, после чего Мендельсон снова уснул, а господин Рыба так и лежал и ворчал. Воскресенье. 1 час 4 минуты. Камера содержания 527. Господин Рыба ворочался во сне. Его рыбная голова удобно лежала между рукой и подушкой, а его шляпа мирно отдыхала рядом. Во всяком случае, ничего плохого не случится, пока он спит. Громкие стук и землетрясения заставили его проснуться моментально. Все еще полусонный он поморгал и посмотрел на цифровые часы, стоящие за диджеем. Что? Он прищурился, было еще очень рано. Что происходит? Прежде чем он смог осознать ситуацию, включилась сигнализация нарушений условий содержания зоны 19. Сирена заставила его проснуться окончательно. Господин Рыба в панике выпал с кровати, осмотрелся и стал наблюдать за признаками опасности. Потолок тряхнуло. На верхних этажах что-то было не так. Снова. Для организации, специализирующиеся на содержании, справлялись они не очень. Господин Рыба зарылся лицом в подушку, глуша вопль тоски, отчаяния и опустошения.